Я рад всех приветствовать. Я в нашем совместном с Алексеем Викторовичем докладе тут отвечаю скорее. Которую в своем выступлении назвал Алексей Викторович, вот этой зацепкой для статьи, было северно-русское цоканье. Северно-русское цоканье, которое обозначено в заголовке статьи Бубриха. Ну вот, собственно, значение этой статьи Бубриха, возможно, необходимость ее публикации определяется важностью, до сих пор нерешенностью проблемы возникновения северно-русского цоканье. Несколько слов я об этом скажу очень кратко, потому что вроде времени у нас не очень много. Происхождение вообще-то северно-русского цоканье издавна привлекало внимание исследователей, ему довольно широкая литература посвящена. Но до сих пор эта проблема не решена и представляет интерес не только в конкретно-историческом отношении, но и в теоретическом. Поскольку там затрагиваются проблемы субстрата и некоторые вопросы механизма вот этих вот субстратных явлений, всяких контактных вещей. До середины 20 века, то есть к тому времени, когда Бубрих свою статью написал, господствовала так называемая субстратная гипотеза, сторонники которой рассматривали цоканье как явление, вызванное контактами восточных славян, с северно-русских, с северных восточных славян, с финно-угорским населением, с носителями финно-угорских языков. Итак, здесь вот перечислена основная, ту первая работа, так сказать, начиная с Бодуэн-Ту-Кортенэ, который только мельком что-то такое упомянул, но теперь он всегда фигурирует в качестве одного из, так скажем, зачинателей вот этой вот гипотезы. Значит, вот, впрочем, учитель Бубриха Шахматов, посоветовав которого, собственно, Бубрих и перешел, начал звучать финно-угорские языки, сам Шахматов первоначально связывал возникновение цоканя с западнославянским субстратом, с ляжским, как он говорит. Вот здесь на работе Шахматова указана, это его классическая работа, очерк древнейшего периода истории русского языка. Однако эта гипотеза не была поддержана другими учеными, прежде всего по хронологическим соображениям, потому что, как сейчас считается, все-таки западнославянские изменения, вот польское мазурение, в частности, о котором уже говорил Алексей Викторович, были значительно более поздними, чем псковско-новгородские явления. Неразвлечение, тем не менее, так сказать, неразвлечение шипящий и свистящий Африкат считалось одной из особенностей прибалтийско-финского консинантизма, и которая, вот эта черта, и была привнесена в северо-западные древнерусские говоры вследствие ассимиляции восточными славянами носителей прибалтийско-финской речи. И наиболее полно сформулировал идею субстратной гипотезы Селищев. Собственно, своей такой масштабностью статья Селищева «Соконья и шоконья в славянских языках», она, в общем, в какой-то степени перекликается с работой Булбриха. Ну вот, здесь можно увидеть, как себя представлял на этом слайде Афанасий Матвеевич Селищев, вот этот вот процесс финского влияния, он как бы увязывал это и с экономическими вопросами, социальными. Но самое главное здесь, что это вполне, так сказать, вписывается в общие тенденции тех явлений, которые переживались финскими языковыми группами в подсистеме шипящих и свистящих согласных. То есть, в принципе, прямым образом связывается, Селищев связывал процесс с ассимиляцией финно-угорского населения восточными славянами. Это статья 1931 года, за 10 лет примерно до того времени, когда Булбрих писал вот эту вот статью, о которой у нас сейчас идет речь. Собственно, о древненовгородском цокане, как смешении двух африкат, специально этому вопросу он посвятил, Селищев тоже посвятил отдельный пассаж в своей статье и рассматривал его как явление гораздо более раннее, то есть относящееся к XI веку, по крайней мере, зафиксированное в древненовгородских памятниках в XI веке. Но, конечно, видимо, еще более раннее, возникшее в более ранний период. И это явление предшествовало псковским изменениям, которые охватили весь ряд шипящих и свистящих. Однако с 30-х годов XX века начинает выкристаллизовываться и спонтанная гипотеза, так называемая спонтанная гипотеза, которая рассматривает цоканья как результат фонологического изменения, вызванного внутрисистемными факторами. Ну, в общем, фактически, наверное, были, может быть, и какие-то предшествующие работы, но, пожалуй, что вот статья Трубецкого 1933 года, посвященная истории задненебных в славянских языках, специальная статья, такая довольно важная с точки зрения развития диахронической фонологии, вот он там впервые говорит об этом. Позднее Абонесов высказывал похожие идеи, и основная работа, где всесторонне рассматривается проблема цоканья, это работа Орлова 59-го года. Ну, Шевелев, который специально, правда, подробно не останавливался на проблеме цоканья, но, тем не менее, все-таки тоже вот он присоединялся скорее к спонтанной гипотезе. К спонтанной гипотезе. Тут любопытна в этом отношении трансформация взглядов Трубецкого, который первоначально, вот в статье 25-го года, в более ранней статье, он рассматривал цоканье как изолированное заимствование из западнофинских языков, то есть фактически он присоединился к спонтанной гипотезе. Но в 1933 году, вот в этой вот статье, специально посвященной истории задненебных в славянских языках, он все-таки решил, вот решил, что противопоставление ЧАИЦ, которое сохраняется до сих пор в коме-удмуртском языках, так же, как и в некоторых диалектах марийского, долго исчезало в западнофинских. И, ну, в общем, тут цитаты, я не буду ее полностью повторять. Во всяком случае, он решил, что западнофинское влияние на северно-великорусские в этом отношении крайне маловероятно и исходил из таких общесистемных соображений, связанных с системой дифференциальных признаков. Я не буду сейчас останавливаться на это. Но, во всяком случае, Трубецкой совершенно очевидно исходил из того, что влияние, если и было, может быть, какое-то западнофинское, оно было минимально или его вообще маловероятно, а все это объясняется внутри системными, возникновение цоконя объясняется внутри системными факторами. Обе конкурирующие гипотезы имели свои недостатки. Но вот субстратная гипотеза в принципе не отвечала на вопрос, почему при столкновении славянских и финно-угорских говоров цоконя возникает не везде, в тех случаях, где, в принципе, это можно было бы предполагать, исходя из системы финно-угорского консонантизма. А в свою очередь спонтанная гипотеза совершенно не могла объяснить, почему цоконя возникало именно и прежде всего в Новгородско-Псковском ареале, а также в некоторых других районах, и именно там, где, в общем, не имелись контакты с финнами. Хотя внутрисистемные основания для этого развития имелись во всех говорах в принципе одни и те же. Отсутствие ответа на этот вопрос заставляло ученых вновь и вновь обращаться к субстратной гипотезе, основным достоинством которой, ну, может быть, это, так сказать, в кавычках достоинством, потому что это можно рассматривать как недостаток, основным достоинством или недостатком являлась невозможность ее опровергнуть никак. То есть субстратная теория в сущности неопровержима. Однако под воздействием успехов диахронической фонологии, как раз которая совпала с этими дискуссиями, расцвет диахронической фонологии середины 20 века и 50-е, 60-е годы, многие сторонники субстратной гипотезы все больше склонялись, и сторонники субстратной гипотезы, и сторонники спонтанной гипотезы все больше склонялись к компромиссной точке зрения, согласно которой в случае новгородско-псковского цоконя прибалтийско-финское влияние выступало в качестве такого спускового крючка для приведения в действие факторов заложенных или тенденций, которые заложены были в позднепрославянской, собственно, позднепрославянской фонологической системе. Ну, такими факторами являются в развитии цоконей обычно считают артикуляционно-акустическую близость африкат и слабую функциональную нагрузку противопоставления реализуемых ими фонем. Ну, впрочем, оба эти фактора не очень хорошо, конечно, работают, не очень хорошо обоснованы, особенно второе, слабая функциональная нагрузка. Там довольно все-таки функциональная нагрузка была, и причем довольно сильная, довольно много было минимальных пар, которые различались именно вот этими африкатами ц и ч. это ясно, например, если взять примеры с притяжательными прилагательными овца, овча, да, или там купец, купечь, да, купечь – это притяжательная прилагательная купечь. То есть, в общем, короче говоря, здесь много каких-то есть сомнительных, какие-то сомнения вызывают эти факторы, но тем не менее, вот эта компромиссная спонтанная гипотеза, она, в принципе, в общем, наверное, сейчас господствует. Вот, собственно, в 49-м году Аванес написал эту статью, в общем, в то же, буквально, ну, практически в то же самое время, примерно, когда свою статью писал и Бубрих. Надо сказать, что уже через 20 лет после смерти Бубриха новый импульс дискуссии о генезисе Псковско-Новгородского цоконя получила после работы Глузкиной, и, так сказать, которая открыла отсутствие второй палатализации в древнем новгородско-псковском диалекте и предположила не осуществление в нем не осуществление в нем второй второй да, значит, второй палатализации и также предположила, что и третья палатализация тоже в древнем новгородском диалекте отсутствовала, а значит, фактически отсутствовала свистящая африката Ц, свистящая африката, которая появлялась в результате второй и третьей палатализации. Ну, в сущности, она в соответствии с традицией считала вторую и третью палатализацию одним и тем же единым процессом, да, две стороны одного и того же процесса. Ну и, соответственно, вот исходными положениями ее гипотеза о происхождении цоконя было, вот тут они здесь отмечены, и самое главное, что не появилась африката Ц. И основная идея Глузкиной заключалась в том, что цоконье возникло не в результате или не столько в результате так сказать, воздействия финского субстрата, финногорского субстрата, западно-финского, или прибалтийско-финского субстрата, сколько в результате взаимодействия собственно славянских, восточнославянских говоров, в которых была одна африката, только Ч, которая возникла по первой палатализации, с теми говорами, где сосуществовало, ну, было две африката, Ц и Ч, те говоры, в которых произошла вторая и третья палатализация. Вот, так что появилась совершенно новая во второй половине 60-х годов гипотеза происхождения цоконья, хотя Иглузкина тоже не отрицала воздействия финногорского субстрата. Так что вот надо сказать, что статья выдающегося слависта и выдающегося финно-огроведа Дмитрия Владимировича Бобриха, написанная в 1942 году, рассматривает вот в отличие от основных основных работ посвященных происхождению цоконья, она рассматривает происхождение северного русского цоконья на очень широком фоне, подробнее об этом сказал Алексей Викторович, на широком циркомбалтийском фоне, выходит далеко за пределы темы, которая на первом месте находится в заглавии этой статьи, именно цоконья. Широкими мазками Бобрих объединяет в один такой впечатляющий процесс языкового взаимодействия казалось бы разрозненные фонетические явления разных родственных и неродственных языков, выделяя очаги, вот там вот самский очаг, затем влияние самское на прибалтийские, другие финские, финно-угорские, прибалтийско-финские языки, затем их воздействие на северно-русские говоры, северные древнерусские говоры и на балтийские языки, которые впоследствии влияли, взаимодействовали с западнославянскими, вот это вот мазурение, которое он связывает, кстати, так же, как и, между прочим, Селищев, он тоже связывает, польское мазурение с воздействием балтийских, ну, прусских, прусского и латышского. Короче говоря, вот этот вот вот такой вот широкий фон, он на самом деле придает какой-то очень современный, очень современный контент, дает очень современный, что ли, что ли, это, так сказать, соответствует современным представлениям о языковых изменениях вот в этом районе. Есть, например, в работах Четмана тоже говорится об этом, и он рассматривает, между прочим, как раз в одной из своих статей начала 2000-х годов рассматривает северно-русское цоканье как циркум балтийскую, псковско-новгородскую черту, возникшую под прибалтийско-финским влиянием. Однако, несмотря на наличие отдельных ссылок на конкретные работы Бобриха, там он просто ссылается на совершенно конкретный его материал, там связан с эстонским и с другими финноборскими языками, несмотря на отдельные такие вот ссылки на Бобриха, общая его концепция происхождения цоканье, естественно, осталась Чекманусу неизвестной. Так что надо сказать, что вот словисты, которые занимались проблемами русистов, даже, может быть, в большей степени которые занимались проблемой происхождения северно-русского цоконя, они по и которые, так сказать, разделяли в основной своей массе субстратную гипотезу, они, в общем, как по выражению Шевелева, который, кстати, как раз скорее придерживался спонтанной гипотезы, они не обнаруживали особо глубоких знаний в области финно-угорских языков. Поэтому, конечно, обнародование и публикация статьи, вот этой вот статьи Бубриха, который был, с одной стороны, и словистом, и финно-угороведом, конечно, было бы полезно даже сейчас, было бы полезно даже сейчас, хотя его статья, наверное, в каком-то отношении, может быть, уже его старела. Ну вот на этом я, наверное, закончу краткий разговор о таком вот общем контексте, в котором появилась статья Бубриха. Ну я не знаю, Алексей Викторович, вы завершите или как, или мне вот эти патетические слова? Я думаю, что мы с Чаполем все время, последний слайд оставим на будущее. Давайте не будем последний слайд показывать. Патетические слова, да? Дело в том, что вот в 37-м году Щерба в своей рекомендации Бубриха к избранию в члены корреспондента Академии наук писал о его книге «Северно-Кашубская система ударения» вот 22-го года. Он писал, как бы не относиться к конечным выводам автора, но с ними должны будут считаться все, кто будет заниматься этими вопросами. Что же касается Кашубского, то мы до сих пор ничего не можем противопоставить зданию, построенному Дмитрием Владимировичем, являющимся наглядным свидетелем его твердых знаний, фактов изумительного комбинаторного дарования. И надо сказать, что эти слова перекликаются с мнением Николая Сергеевича Трубецкого, который вот в письме Якобсону в 25-м году тоже об этой же собственно книге написал. Книга Бубриха обладает несомненными явными признаками гениальности, несмотря на то, что может быть теории Бубриха придется отвергнуть. Нравится мне его пренебрежение, но это я думаю, что не очень педагогично будет, пренебрежение библиографии и критика чужих взглядов и его алгебраичность. Вот удивительные такие согласные независимые мнения двух великих ученых в полной мере применимы, ну не знаю насколько в полной, но в общем применимы и к этой неопубликованной статье Бубриха, посвященной происхождению цоконя и смежным с цоконем явлений. На этом, наверное, я позволю себе закончить. Коллеги. с цоконем